В полицию обратился мужчина. Он сообщил, что неизвестные похитили его 21-летнего сына и требует за освобождение 8 миллионов рублей. О похищении он узнал, когда, как обычно, вечером после работы проверил почтовый ящик. Помимо привычных газет и платежек, там находился белый конверт. Заглянув внутрь, он увидел флеш-карту и сим-карту. Придя домой, включил компьютер. На накопителе значился единственный видеофайл. На 9-секундном ролике он увидел избитого сына. А вставив сим-карту в свой сотый телефон, мужчина сразу получил смс-сообщение с угрозами и требованиями выкупа. Испуганный волгоградец срочно обратился в полицию. Из часа сотрудников уголовного розыска были сформированы рабочие группы. Отработана всевозможная версия случившегося. В результате тщательно спланированной оперативной комбинации в течение суток нам удалось установить местонахождение похищенного парня. Группа сотрудников уголовного розыска главного управления МВД России по Волгоградской области выехала на задержание в квартиру, расположенную в советском районе города. По прибытии мы установили, что все это время Волгоградец находился там и вместе со своими друзьями распивал спиртное. Своим объяснением парень пояснил, что он сам снициировал собственное похищение из-за ссора с отцом. Молодые люди воспринимали все как розыгрыш и даже не могли предположить, что отец парня обратится в полицию. Кто ты? Как ты тут вообще находишься? Тебя удерживают туда или что? Нет, не удерживают. Просто с отцом поругался и все. С родителями, со всеми. Видео с твоим похищением ты инсценировал? Да. Для чего? Потому что у родителей было злое, потому что они вечно пререкают всем. Все, не хочу с ними общаться. Пусть будет для них уроком. Флешка чья была? Твоя флешка была? Писал кто на конверте? Я все писал, все я писал. Все ты писал, да? Кто снимал тебя в подвале? Ну, друг приезжал с области. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Продолжение следует...